МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С батута на больничную койку. Медики спасают прыгунов, любителей модного развлечения. Хулиганы с Зарики выслушали приговор суда. Строгое наказание за жестокость. Стоп-хам запрещен, но Петрозаводское крыло скандального движения не сдается. В эфире новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Рядом с деревней Ладва произошел взрыв, но местные жители только вздохнули с облегчением. Сотрудники МЧС совместно с Карельской поисково-спасательной службой взорвали лед на реке Ивинка, чтобы избежать наводнения. Почему половодье в последние годы стало реальной угрозой? В нашем следующем сюжете. Этот участок реки Ивинка не раз доставлял неприятности жителям деревни Ладва. Река здесь сужается и делает крутой поворот. В результате лед создавал серьезные заторы. И сегодняшний взрыв – это превентивная мера, чтобы избежать наводнения, подобного тому, которое произошло здесь три года назад. Тогда река вышла из берегов и затопила дорогу и ближайшие дома. Для того, чтобы ликвидировать последствия наводнения, пришлось использовать резервный фонд республиканского бюджета. Сейчас ошибки прошлых лет учтены. 10 килограммов взрывчатки, по мнению взрывотехников, достаточно для того, чтобы усмирить водную стихию. Образовавшаяся шуга легко уйдет вниз по течению, и даже если там образуются заторы, жилье не пострадает. Впрочем, проблему надо решать не только с помощью тротила. Ведь ежегодные наводнения терзают Ладву лишь в последние годы. В длительный период времени не проводились дноуглубительные работы, берегоукрепительные работы. В связи с этим, по данным нашего центра мониторинга, это основная проблема. Сейчас Ладва включена в федеральную программу, и работы по углублению дна тут проведут. Правда, неизвестно, кто этим будет заниматься. Пока же спасатели пользуются старым испытанным способом – чернением льда. На проблемных участках рассыпается песок и зола, а остальное делает солнце. Результат налицо. С жителей Петрозаводска незаконно собирали деньги за оформление прописки. Уфас признала неправомерными действия паспортной службы карельской столицы, которая взымала деньги за регистрацию и снятие с учета по месту жительства. Регистрация граждан страны по месту пребывания и жительства – бесплатная процедура. На этом настаивает антимонопольная служба, ссылаясь на букву федерального закона. И действительно, закон страны о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства находится в общем доступе. Открыв его третью статью, любой желающий может убедиться, за регистрацию с граждан России не должны брать ни копейки. Но в Петрозаводске за бесплатную услугу деньги принято брать. У паспортной службы карельской столицы даже действует свой преискурант цен. Более того, в мэрии Петрозаводска не согласны с претензиями Уфас. Чиновники считают, что подведомственная им паспортная служба берет деньги законно. Представители антимонопольной службы готовы разбираться со службой паспортной в суде. Решение Уфас о прекращении поборов пока не вступило в силу и может быть оспорено мэрией. Дважды герой. Три года назад петрозаводский школьник по имени Сережа стал героем нашего сюжета про опасные ватрушки. Во время неудачного спуска с горы он сломал ногу. С тех пор Сергей держится от ватрушек подальше, но все равно остается нашим героем. Не так давно школьник сломал руку в батутном центре и снова попал на ТВ. Опасные батуты в специальном репортаже Александра Лычагина. В последнее время в карельской столице все большей популярностью пользуются батутные центры. Новое развлечение, которое особенно востребовано у молодежи. Однако у модной акробатической забавы есть свои подводные камни. По данным врачей, в городе наблюдается настоящий бум детского травматизма. И на этот раз в тренде не сноутюбы, а батуты. Три года назад мы готовили материал об опасных ватрушках и познакомились с мальчиком Сережей, для которого веселое зимнее развлечение обернулось серьезной травмой – переломом бедра. Выписавшись из больницы, молодой человек решил завязать с ватрушками, увлекся батутами и вновь оказался в больничной палате. Решил сделать сальто и неудачно прыгнул. Кто-то сзади отвлек, не успел сгруппироваться и рукой об стенку. Прижался телом к руке и сломал руки. Лука Куокканин занимается самбо. Первое, чему учат юных борцов – правильно падать, чтобы при этом не травмироваться. Однако на батутах самостраховка не сработала. Я прыгнул сальто. Насколько я понял, меня на правую сторону наклонило, и у меня рука попала между батутами. Я упала на руку и сломала. После того, что случилось, я не советую вообще туда никому ходить. По словам врачей детской республиканской больницы, только в январе и феврале к ним поступили 8 детей, получивших серьезные травмы в городских батутных центрах. В основном это переломы, сотрясение мозга, ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника. Есть статистика, что только 30% травм, которые получают на батутах, требуют госпитализации. То есть, соответственно, помимо этих детей, которые 8 к нам поступили, есть определенное количество детей, которые лечатся амбулаторно. Как признались врачи, они вовсе не против батутов. Главное, чтобы владельцы спортивно-развлекательных центров уделяли должное внимание безопасности. Представители батутного бизнеса, в свою очередь, уверяют, что делают все возможное для снижения травматизма. Однако раз на раз не приходится. Чаще всего травмы, конечно, могут происходить по вине самих детей, которые в силу своей неопытности пытаются сделать какие-то экзотические, скажем, трюки. Виктор – мастер спорта по спортивной гимнастике. О травмах знает не понаслышке. По его мнению, физической подготовки требуют не только экзотические, но и самые простые элементы. Люди этому годами учатся, можно и так сказать. Чтобы выполнять все это правильно и без последствий. Усложнять себе жизнь. Зачем? Вы пришли получать удовольствие – получайте удовольствие. А не что-то делайте такое сверхъестественное. Качество и безопасность батутов практически не контролируются государством и остается на совести владельцев. Соблюдение правил – на совести прыгунов. И то, и другое – довольно условная гарантия. Поэтому, отпуская своих чат в батутные центры, родители должны помнить, что делают это на свой страх и риск. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Миха Плюс». Подростки, виновные в массовой драке на Зарике, осуждены. Двое из них лишены свободы. Несовершеннолетние хулиганы выслушали приговор Петрозаводского суда. Драка на улице Луначарского произошла в конце августа минувшего года. Ее виновники – пьяные подростки – напали на мужчину. На выручку жертве хулиганов пришли прохожие. Конфликт перерос в драку. В итоге стражи порядка задержали малолетних хулиганов. А жертве нападения понадобилась помощь медиков. Дело агрессивных подростков рассмотрел городской суд. Двое из них приговорены к полутора и одному году заключения соответственно. Их обвинили в хулиганстве. Фигуранты несовершеннолетние, поэтому оба помещены в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение. Третий участник драки был признан виновным в нанесении побоев из хулиганских побуждений и получил условный срок. Общественная организация «СтопХам» ликвидирована по решению суда. Но Петрозаводская ячейка скандального коллектива не сдается и обещает выйти в новые рейды. Это не значит, что рейдов больше не будет, заявляют в сети участники Петрозаводского «СтопХама». А таков ответ из Карелии, столичной Фемиде. Напомню, скандальная организация ликвидирована по решению Мосгорсуда. Разобраться с деятельностью «СтопХамовцев» требовал Минюст. На данный момент «СтопХам» исключен из единого государственного реестра юрлиц. Как выяснилось, руководители проекта не отчитались о своей деятельности и не сообщили о деньгах, получаемых от иностранных организаций. Мы получаем деньги из партнерки, мы получаем, ну, немного, мы тысячи шесть получаем, вот эти просмотры, вот это, ну, в месяц. Петрозаводский «СтопХам» не собирается сворачивать наклейки. Объясняя это тем, что ликвидировано лишь юрлицо, а сама организация не запрещена на территории страны. Участники проекта утверждают, что не нарушали законов. Они считают, что виноват их основатель. Дескать, глава «СтопХама» Дмитрий Чугунов не предоставил в установленный срок сведения об организации «СтопХам». Красота с национальным колоритом. В этом году Карелия впервые принимает международный конкурс «Мисс Студенчество Финоугрии». Чтобы выяснить, чей колорит самый очаровательный, в Петрозаводск приехали финно-угорские спортсменки, комсомолки и просто красавицы из разных регионов России. То есть, вот он расправляется и вот так. Конкурс «Мисс Студенчество Финоугрии» традиционно проходит в различных российских регионах, имеющих отношение к финно-угорскому миру. В этом году конкурс впервые прошел в Карелии на базе Петрозаводского государственного университета. Восемь девушек из Карелии, Мордовии, Удмуртии, Марии Эл, Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа встретились в карельской столице и предстали перед публикой не в бикини, а в национальных костюмах. В этом главная особенность национального конкурса красоты. Здесь мы действительно знакомимся с национальными какими-то фишками других народов. Я узнала, что, например, девочка с Ханты-Мансийска пасется с оленями, то есть она их выгуливает, они ухаживают за ними. У них это есть до сих пор, у нас же это больше как туристическое сейчас, а они действительно вкладывают душу в какие-то такие ритуалы своеобразные. Финал конкурса «Мисс Студенчество Финаугрии» пройдет уже в эту субботу. На сцене национального театра участницы покажут художественные постановки на тему родильных обрядов. Говорят, это будет весьма любопытное зрелище. Это были все новости на сегодня. В студии работал Александр Гнетнев. До свидания.